В религиозных культах и объектах их поклонения не всегда нужно иметь в виду каких-то сверхъестественных существ, бородатого старца на облаке или трансцендентное невидимое божество. Иногда объектом культа может быть конкретная личность и выдаваемые этой личностью слова. А еще наука может быть объектом культа? Ну ладно. Знакомьтесь, индийский мистик, секс-гуру, основатель движения имени самого себя, он же гуру для богачей, он же пхагван-шираджниш или просто бог, также известный как Ошер. А еще его очень любят цитировать на страничках ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. К моему удивлению, даже некоторые атеистические паблики этим балуются. Ну а что? Древнеиндийский филог. Какой индийский филог? Что в этом такого? Давайте разбираться, что же не так с Оша. Несмотря на то, что он сам вроде бы не писал и умер довольно давно, книгами под авторством Оша завалены полки не только исторических лавок, но и вполне обычных книжных магазинов. Так что нам по ходу дела придется погрузиться в чтение некоторых из многочисленных томов, составленных атеистические паблики и атео, последователями Пхагвана с его слов, если верить аннотациям. Вот, например, в одной Оша учит осознанности, тому, что люди в своей массе спят и им требуется пробудиться, типа как Будда. Вы трупы. Ходячие, говорящие, что-то делающие. Вы роботы. И, следовательно, дураки. Надо заметить, что такие пассажи свойственны почти всем речам Оша называть остальных дураками и испорченными, так как... Ну, следует заметить, что саентистам это тоже, в принципе, свойственно. Вот как только начинается... Как только речь идет о том, что, да, люди какие-то там не исповедуют саентические убеждения, не верят в науку, там сомневаются, все, вы дураки. Это, на самом деле, довольно универсальная штука, когда кто-то называет всех остальных дураками. Если что, вот там кто-то големы говорит, да, кто-то еще что-то говорит. Это тупо стандартная схема, как для представителей практически всех философских течений, науки, саентистов, почти все так делают, религиозных разных направлений. Чтобы хоть кто-то, блядь, хоть раз в жизни удержался и не сказал этого, да, ну, это надо, в общем, очень сильно постараться. Надо найти еще такого человека где-нибудь. В те якобы следуют неправильному пути. Дурак спит. А только путь пробужден... Не, в принципе-то оно просто везде так работает. Эти штуки даже можно не проговаривать, по большей части. Пробуждение, указываемое мистиком, правильное. Нигде, правда, внятного обоснования этому в его речах я не нашел. Путь к просветлению, к осознанности, равновесию, пробуждению, точных определений этих слов вы тоже не найдете. Ведь если... Какой ужас. То есть представитель другой культуры не дает определения тем вещам, которые нередко, кстати, и так понятны, исходя из этой культуры. Ну, бывает, да, такое, что в рамках того или иного религиозного направления некоторые вещи без определений понятны. Любой образованный человек из этой культуры и так понимает, о чем идет речь. Но, с другой стороны, как бы, ну, да, к сожалению, далеко не всегда и далеко не везде мы сталкиваемся с прямыми, понятными и четкими определениями. И до того, что автор имеет в виду, мы обычно доходим по контексту работы. И, да, это, кстати, даже характерно для европейской философии. Это именно философия, которая, вроде бы, да, претендует на некую рационалистичность. Вся континентальная философия, она не наполнена определениями. Это, во-первых, да. Если есть определения, то они, ну, в лучшем случае, несколько метафоричны. Ну, и почти вся философия до вот этого разделения на аналитическую и неаналитическую, по большей части, за исключением там разве что Спинозы, может быть, местами Канта, местами Канта, тоже не все определяет, что только может, да. Да почти все философы до этого очень мало чего определяли. Да даже у Платона, мы прочитаем его, вот, художественную литературу, что-то определено, но большая часть не определена понятия. И вы в этом плане оказываетесь, знаете, в такой ситуации, когда вам тем или иным образом надо войти в этот сложный контекст. Ну, ладно. Верить мастеру, понимать их не надо. На них надо медитировать. Давайте же еще узнаем, о чем расскажет просветленный ум. О том, например, что деревья обладают сознанием и что это якобы подтверждено научно. Если приходит дровосек с топором в руках и намерением срубить дерево, все деревья, воспринимающие его приближение, начинают дрожать. Сейчас этому есть научные доказательства. Я не поэтизирую, я это говорю вполне научно. Сейчас есть... Наука? Ну, это довольно типичная для Нью-Эйджа черта, все вокруг смешивать, еще при этом наук туда примешивать. Кстати, для христиан это тоже свойственно. Христиане теперь тоже, знаете, науку очень сильно любят и такие, ну, мы христиане? Но наука доказала, что христианский бог там либо есть, либо его невозможно опровергнуть и так далее, так далее, так далее. Есть инструменты, при помощи которых можно определить, счастливое дерево или несчастное, испуганное, печальное или восторженное. Когда приближается дровосек, при виде его деревья дрожат. Твое лицо, когда прочитал, что у деревьев есть осознанность. Они осознают, что приближается смерть. Какая наука подтверждает этот бред? Такой вопрос, вероятно, никто из последователей Оша не задаст. Ведь словам гуру надо верить беспрекословно. А если вы не верите, значит вы еще недостаточно пробуждены. Следующий фрагмент из другой книги хорошо иллюстрирует данную идею. Кто-то из последователей, вероятно, задает вопрос. Почему я тебе не доверяю? Ответ Оша простирается на несколько страниц, поэтому передам лишь краткую суть. Ты не доверяешь мне, потому что ты не доверяешь сам себе. Ты испорчен, как и все остальные. И это вина общества, религии, родителей. Ну вообще сам факт, что люди друг другу не доверяют, это нормально. И на самом деле, мне кажется, обычно нам по-хорошему следует обращать внимание, о чему люди, собственно, доверяют и почему, да, собственно, доверяют. И задаваться такими вопросами. Недоверие, на мой взгляд, вполне неплохая, естественная, распространенная реакция на большее количество всяких событий и идей вокруг. Это просто норма. Вы все говно! При этом постоянно последователям вдалбливают, что общество основано на рабстве, как и другие религии, и что только человек, доверяющий самому себе, а значит и словам Оша, наверное, это независимый человек. Не, ну следует заметить, что наука и саентизм, они в принципе, ну как, наука? Наука плюс саентизм, такой комплекс, да, возьмем единый. Тоже опираются на такой подъеб, типа, ну вот, у тебя же критичное, если у тебя нет критического мышления, ты нас не понимаешь, но если у тебя есть, то ты, блядь, мыслишь самостоятельно, и ты сам подвергаешься критике. Вот такой вот ты молодец! Нет, это не мы тебе навязали определенные методы анализа, критики, и не мы навязали тебе определенные, в кавычках, знания, да, с помощью образования. Это ты, ты сам, блядь, ты сам, ты все сам, ты все сам вокруг, да? Ну а что же предлагал Оша взамен испорченного общества и религий? Может быть, что-то более разумное? Нет. В своих выступлениях он много критиковал современное общество за то, что... Просто мне на самом деле довольно парадоксальным кажется вот этот фактор, когда вот эти самые сиентисты, они с одной стороны... Причем именно вот те же самые сиентисты обсуждают всевозможные религии, там, философии, и все вот это вот остальное, и начинают рассказывать о том, какие они плохие, и как они плохо себя продвигают, а потом те же самые сиентисты продвигают науку абсолютно точно так же. Типа, я самый умный, я самый хороший, там, да, я сам отвечаю за свое познание, я свободомыслящий, ты нет, я не голем, а ты голем, типа, да, вот так вот. На тебя воздействуют когнитивные искажения, а на меня нет. А если они воздействуют, я об этом знаю, типа, а ты дурак. И вот так, в принципе, ну, так и складывается, с одной стороны, догматический дискурс, и вообще весь парадокс заключается в том, что вот у этих сиентистов есть такой как будто бы скептический пафос, но это просто пафос в итоге оказывается, потому что мы видим абсолютно ту же самую картину отношения к своим оппонентам, к сожалению, это грустно. То есть, и ту же самую картину возвышения самого себя над своим оппонентом, по типу, я обладаю знанием, ведением определенным, ведея, да, как это в индийской философии была, а ведея, у тебя неведение. Суть абсолютно та же, на самом деле, просто несколько разные контексты, несколько разные подходы к доказательству этого самого неведения оппонента и ведения самого себя в данном случае. Оно якобы из человека делает раба, хотя сам создал организацию, которая довела эксплуатацию последователей до совершенства. Конечно, не он один создавал все это, были помощники, но это гуру, который охотно принимал щедрые пожертвования от своих саньясинов, учеников, и пользовался их бесплатным трудом в своей коммуне, результатом чего стали все эти толпы экзальтированных почитателей в оранжевых одеяниях, встречающие своего мастера или даже бога, пока он ехал за рулем одного из своих 93 роллс-ройсов. Вот так, видимо, и выглядит путь к свободе. Мне приходится постоянно наносить вам удары, и я хочу, чтобы это было совершенно ясно с самого начала. Цель в том, чтобы заставить вас явно понимать, что именно вы должны быть в безоговорочном согласии со мной и отбросить все ожидания относительно того, что я буду в согласии с вами. Также Оша много критиковал религию и оккультистов. Теперь понятно, почему он привлекает внимание многих атеистов и разочаровавшихся в той или иной конфессии. Но что Оша предлагал взамен? Свою собственную религию имени самого себя. Показательный момент, когда в той же главе гуру рассказал, как побывал на конференции неких теософов, которые поверили выдумке о том, что на самом деле существует не 7 чакр, а 17, и что это знание происходит с Древней Атлантиды. Невозможно проверить правдивость этой истории с конференции, но Оша утверждал, что выдумал эти 17 чакр и тем самым показал, что оккультисты готовы поверить в любую ерунду. Ну тупые! Стало быть последователь... Хорошая вставочка! Дэ-э-э-э-э-э-э... Оша не такие. Правильно, ведь они знают, что чакр на самом деле 7. Ведь так сказал учитель. Хотя с точки зрения рационального подхода, вера в 7 чакр ничем не лучше веры в 17. С точки зрения рационального подхода. Ведь рациональный подход, он же, ну вот такой вот, знаете, неверующий подход. При том, что большинство рационалистов были какими-то радикальными идеалистами, верили там в душу, в богов, в абсолютный дух, еще во что-нибудь. Подавляющее число рационалистов, они, ну, как бы вам сказать... Ой, бля, опять слово... Просто опять кодовое слово рационализм, да? А чел просто его использовал. Вот рациональный подход, вера в одно не лучше, чем вера в другое, а почему? Тут, кстати, есть еще один нюанс. Нюанс, который заключается в том, что, скорее всего, все эти практики... Вот как раз недавно лекция была про тантризм. И в рамках тантризма как раз и появляются эти семь чакр. И логика раскрытия этих чакр, она, ну, происходит именно по логике удаления от материального, так скажем, мира. И при этом, ну, люди, они буквально практикуют, блядь. Тантра это, ну, конечно, и теория в каком-то смысле, но это прежде всего практика. То есть люди буквально медитируют, люди буквально раскрывают, так скажем, эти свои чакры. Неважно, они их реально раскрывают или нереально раскрывают, да? Но им кажется, что вот они раскрыли чакру, приветствую, методическое лицо, и у них в жизни что-то изменилось. То есть у них появился определенный феноменальный опыт такой того, что чакра эта раскрылась таким-то образом. Продвигаются дальше к следующей чакре, к следующей, к следующей. И, в общем-то, раскрываются. Плюс-минус раскрывают те вещи, которых у них раньше в феноменальном мире, собственно, не было. Поэтому и 7. 7, потому что они это так, собственно, прочувствовали. Потому что так им раскрыли духовные практики. 17 они не нашли, нашли 7. Может быть, можно было бы создать 17. Я не против этого. Но всё-таки, давайте с уважением относиться к традициям и разбирать их не только с точки зрения своего дискурса, но и с их точки зрения. Это было бы неплохо, на самом деле. Это одна и та же бездоказательная чушь, которую предлагает Пхагван своим ученикам. Я замечу, что в кавычках в науке имеется ряд таких теорий, которые являются абсолютно ложными. Уже доказано, что они ложные, но на практике они используются. И это нормально. То есть в ряде случаев мы имеем право использовать ложную теорию, которая вроде бы описывает факты какие-то и позволяет нам что-то практиковать, даже в том случае, если она ложная. Является вашей спящей энергией. Её границы распространяются от сексуального центра до мозга. Конечной точкой кундалини является сахасрара. Это та дверь, за которой нас ожидает благодать. Божественная всегда ждёт возле этой двери. Помимо того, что у человека есть энергия кундалини, семь чакр, оказывается, ещё есть и семь тел. О пруфах спрашивать мастера бесполезно. Их нет. Вместо конкретики и доказательств только пространные объяснения. Несколько больше. Достают всевозможные артефакты, которые были своеобразными фальсификаторами данной теории. Типа, смотри, вот эта штука не противоречит теории эволюции. Вот череп. Мы его нашли там, где это не противоречит теории эволюции. Вот есть гены. Гены тоже не противоречат теории эволюции. Эта штука не противоречит теории эволюции. Ну охуенно. Да, много вещей не противоречит теории эволюции. Но это не доказательство. В этом нюанс. В плане уровня доказательства наука, она настолько же доказательна, насколько и семь этих чакр. Потому что семь чакр, они тоже строятся на определенном образе опыте. Опыт происходит каким-то образом. То есть мы духовно там медитируем, что-то чувствуем, получаем феноменологический опыт с одной стороны. И, ну как, насколько сопоставим, конечно, духовный, с одной стороны, в кавычках, духовный, да, и физический опыт, это, конечно, тоже можно здесь рассуждать. Но суть-то она плюс-минус очень похожа. С одной стороны индуктивные факты, с другой стороны индуктивные факты. И в науке, правда, вот эта индукция, она с одной стороны есть, и с другой стороны есть еще и как бы фальсифицируемость, которая это уже скорее дедукция, да. То есть мы скорее с помощью, в общем-то, опровержений пытаемся уничтожить теорию. И сама теория у нас никогда не является полностью доказанной, ввиду того, что это теория на самом деле. Ну, как бы, если нам нужны абсолютные доказательства для, в кавычках, теории, то нам тогда не нужны теории. Вот, понимаете, да, потому что теория, она автоматически не может быть доказанной. По крайней мере, в рамках фальсификационизма уж точно. Ну и на самом деле тоже она не может быть доказана, и можно, в принципе, это гарантировать. Просить у кого-то пруфы, ну, можно, я думаю, они бы предоставили пруфы, просто я не уверен, что Лидин эти пруфы примет и поймет. С другой стороны, так же, как человек, которому предоставляют пруфы, пруфы в кавычках от науки, он их тоже имеет право полное не принять, и не понимать, и никак к ним, в общем-то, позитивно не относиться. Вот и всё. Более подробное объяснение этих тел поможет вам до конца понять феномен Кундалини. Читая дальше, выясняется, что человек зарабатывает деньги ради секса, строит дом ради секса, престиж, положение в обществе, всё наш просветлённый Оша объясняет сексуальными устремлениями. Идея, кстати, не новая, но совершенно не... Ну, ещё до Фрейда, скорее всего. Если мы будем брать в качестве источника, с одной стороны, собственно, тантрическую философию, которую мы, кстати, вот недавно сегодня уже обсуждали, да, сегодня лекция вышла, ну и с другой стороны, если мы будем рассматривать развитие всяких там кама-практик, потому что вот с одной стороны есть кама-сутра, с другой стороны есть практики всякие, соотносящиеся с камой. Кама-любовь, страсть, вот это вот всё. То есть мы, в принципе, можем отыскать этот исток, собственно, уже намного раньше, на самом деле. Так что показывать здесь Фрейда, ну, скорее, пример некой такой, знаете, необразованности в данной области, потому что, ну, может быть, в каком-то смысле на Ошу и воздействовал Фрейд, но скорее здесь надо искать источник из более аутентичной среды. «Ненаучная, как и любая нефальсифицируемая гипотеза». Фрейд, ну, например, я считаю, что нефальсифицируемым является естественный отбор. Любое положение дел в мире можно объяснить существованием естественного отбора. Следовательно, естественный отбор является нефальсифицируемым. Следовательно, он является ненаучным. Да, воздушный шар сиентизма может лопнуть очень легко, когда мы узнаем, что в рамках многочисленных теорий есть такие аспекты, которые никаким образом нельзя ни опровергнуть, ни проверить. Хотя некоторые можно попробовать опровергнуть, а вот некоторые вообще нельзя. Так вот, естественный отбор, по сути, нельзя проверить. Вот у вас есть такие бабочки, ну, значит, они такие, значит, приспособились. Всё, естественный отбор. Там есть другие бабочки, ну, значит, тоже естественный отбор. Ну, типа, ну, всё понятно. Естественный отбор факт, ты чё, не понял? А, ну, окей, конечно, действительно. Нет времени объяснять, но я объясню. Подобные идеи невозможно принципиально опровергнуть. То есть нельзя придумать эксперимент или наблюдение, показавшее, что... Заметьте, да, сиентист апеллирует к поперу. К вопросу, опять же, ну, раз ты апеллируешь к поперу, значит, я здесь собаку съел. Ну, поехали. Полетели! То гипотеза может оказаться неверна. А, тут есть, правда, небольшой нюанс. Оша, по-моему, не является учёным, у него нет научной степени, и он не постулирует себя как сиентист, там, научник какой-нибудь, ничего. Этого не делает. Соответственно, у него нет никакой необходимости опираться на критерий попера, на критерий научности, и он не должен претендовать на научность своих положений. Потому что эта научность, эта фальсифицируемость не значит нихуя. То есть, вообще, в принципе, у вас может существовать истинное воззрение, и при этом оно будет нефальсифицируемым. Мы можем представить себе бесконечное множество теорий, которые могут претендовать на истину, но они будут нефальсифицируемыми. Мы можем представить себе, знаете, две группы возможных теорий. Не фальсифицируемые теории и фальсифицируемые теории. Все в одинаковой степени претендуют на истину. Если научными будут только фальсифицируемые, при том не все фальсифицируемые теории будут претендовать на истинность, прежде всего, а только те, что в рамках естественного мира, естественной установки, мы тоже ограничим, потому что если мы и этим не ограничим, тогда в целом любая теория может стать, ну не любая, а многие теории, слишком большой объем теории, которые мы никогда бы не назвали научными, могут претендовать на эту научность. Например, теории астрологии могли бы претендовать на эту самую научность, потому что, ну, наверное, их можно фальсифицировать. Хотя разные формулировки астрологических теорий по-разному можно в данном случае трактовать. Я вот здесь замечу, да, одни формулировки можно фальсифицировать астрологии, другие формулировки астрологии фальсифицировать принципиально нельзя. Из этого, соответственно, следует, что астрология это научная теория. По крайней мере, некоторые представления из астрологии являются научными теориями. Но это, наверное, не так. То есть, не всякая фальсифицируемая теория, она есть научная. Есть еще и другой такой критерий, по которому мы выделяем научность, и это прежде всего, конечно, наличие естественной установки. То есть, да, только в рамках физики, ни дальше, никакой метафизики, никаких сверхъестественных объяснений, ничего этого быть просто не должно. Вот. Никто, буквально никто, не обязан соответствовать критерию фальсифицируемости, кроме ученых. Просто потому, что они сами, блядь, такой критерий себе выбрали и поместили его в свою научную деятельность. Все. Это ж просто нелепо было бы, да? Вот вы философы, а хули вы не фальсифицируете свои теории критериям Поппера? Что, блядь, мы философы, мы не ученые, долбоеб, у нас свои методы, мы там, не знаю, работаем другими, другими подходами. Ну, типа, задумайся, блядь. Критерии фальсифицируемости Поппера, это не критерии отделения истинного знания от ложного, это критерии отделения научного знания от ненаучного, блядь. То, что знание научное, не значит, что оно истинное. У нас может быть ложная научная теория, которая охуенно фальсифицируется. При этом у нас может быть не фальсифицируемая теория, которая, ну, пиздец, какая истинная, да? Это, правда, вопрос, как мы получили ее, какими методами, но это уже другой вопрос. Неважно. Например, если у нас есть утверждение о том, что конкретные человеческие порывы всегда возникают из-за стремления к сексу и никак иначе, то перед нами неадекватная с научной точки зрения гипотеза. Короче, нужно уяснить, что сигара – это просто сигара, а не скрытое влечение к половому члену. Явное же влечение к неадекватным и ненаучным концепциям у Оша проявляется систематически. Яркий пример – идея катарсиса, которая положена в основу многих практик, предложенных самим гуру, и которые продолжают вести многие его последователи. На этой кинохронике, снятой в общине Оша в Индии, запечатлена сессия так называемой терапии во время одной из групповых встреч. Как учил Оша, в ходе таких занятий происходит освобождение от подавленных эмоций и психологических травм. Чтобы избавиться от гнева, обид и тревог, их надо выплеснуть, чтобы произошло очищение. Катарсис. Эта идея также вошла в основу динамической медитации, ставшей визитной карточкой учения Оша, которая больше напоминает безумную дискотеку. Ну и чё, тупо люди тусуют, да чё, нормально. В чём проблема? Ненаучно тусуют, ненаучный танец, нефальсифицируемая, короче, хуйня. Слушайте, в любом случае, такие практики проводить имеют место и, наверное, даже нужно, просто потому что они не кричали слово «наука». Есть такое состояние. Просто потому что уже на фоне таких действий мы можем понять, насколько и в каких областях там что-то влияет на людей. Вот такие, такие, как такое поведение может повлиять на людей. Позитивно, не позитивно, реально ли какие-то выплёскиваются, ну, в общем-то, негативные эмоции или они остаются. Ну, не каждый учёный может провести такой большой массовый эксперимент. Теперь просто вопрос, как его оценивать, как с ним работать и как записывать данные. Да, остался. Ну, что это было бы довольно важно. Упускать такой шанс было бы нехорошо. Несмотря на то, что идея благотворного влияния катарсиса была отвергнута психологами ещё в 90-х годах прошлого века, последователи... Не, ладно бы он показал, что они друг друга там пиздят, расчленяют, там, я не знаю, выёбывают там друг друга, блядь, насилуют там, ещё что-нибудь. Ну, типа, что-то аморальное делают. Приветствую, мадам Трошкина. Но, блядь, они просто там угорали, типа, ааааааааа, блядь. Сука, на рок-концерт сходи, я не знаю, охуей, там тоже люди подобными вещами занимаются. Активно эту идею продвигают до сих пор. Ведь великий Пхагван не мог ошибаться, верно? На самом деле, подобная разрядка с выплеском гнева и эмоций приводит к проблеме. Вы привыкаете к агрессивному поведению. Возможно, вам будет приятно, если вы прооретесь, катаясь по полу, изображая себя одержимого бесами. Но приятно еще не значит полезно. А можно статьи, пожалуйста, которые поддерживают вот эти высказывания? А тут звучит как-то довольно, знаете, тоже сомнительно. Потому что в таком случае просто получается, что у нас слово Оша против слова Лидина. И все. Просто оставляйте обувь и ум за дверью. Надпись на вывеске у входа в Будда Холл, где Оша читал лекции и вел практики. Казалось бы, при чем тут терроризм? Знаю, многие фаны возлюбленного Оша, как его часто называли последователи, сейчас закидают меня своими просветленными комментариями о том, что на самом деле их гуру не имел никакого отношения к атакам 1984 года в США, в штате Орегон. Но я отвечу сразу, что феномен Ошо, а это очевидно был феномен, невозможно разобрать без некоторых грязных подробностей, к которым даже он как бы отношения не имел. Ведь феномен Пхагвана Шри Раджниша – это не только сборник противоречий, тысяч рассказанных им анекдотов, притчи, небылиц, не только множество последователей по всему миру, личные самолеты, парк роскошных автомобилей и состояние, сопоставимое с богатствами патриарха. Но и следующая история. В первой половине 80-х Оша приехал в США, где в оригонских пустошах последователи отстроили коммуну, которая со временем превратилась в небольшой город. Отличный был бизнес, ведь платные лекции и ежегодные фестивали привлекали тысячи последователей со всего света. Но местным офицерам... Не, ну тупо, а в чем проблема, если у представителя главного своей самой, собственно, своего направления, у главного представителя своего направления, у него больше всех денег в этом направлении, и деньги стекаются к нему. Ну, то есть, я вот практически наверняка уверен, что у самого научного ученого во вселенной, и приветствую Константин Озеров, да, у самого сиентичного сиентиста, какого-нибудь там, не знаю, Кокинза, Бокинза, Шмокинза, Докинза, Хуйокинза или кого-нибудь еще, он миллиардер, скорее всего. Вот тут почти наверняка, но не миллиардер, а может миллионер в долларах, конечно же, да, с учетом, что вот этим всяким ученым дают еще премии, бывает, высокие. Более того, вы уже, будучи ученым и одновременно с этим каким-нибудь ректором в каком-нибудь вузе тоже пропускаете через себя кучу денег и кучу денег получаете, скорее всего. Я вообще не удивлюсь, что у среднестатистического ученого, может быть, даже у ученого, ну и среднестатистического, у высокопоставленного, высокоуровневого ученого денег значительно больше, чем у много у кого. Более того, у него есть связи, которые позволяют ему пилить гранты за не самые заслуженные, в общем-то, работы и дела, а гранты это, ну, пиздец, как дорого может быть. Так что, честно говоря, честно говоря, наличие денег у самого высокого в иерархии того или иного сообщества человека, оно не должно вызывать ни у кого вообще никаких вопросов, потому что это, само собой, разумеющееся дело. У вас есть большая религия, практически автоматически у вас у самого высокопоставленного персонажа будет куча бабла. Просто по дефолту. Оно, блядь, по-другому не используется. Оно по-другому просто, ну, не бывает. Он может, конечно, делать вид, что он там по-нищему живет, но если это нормальная религия или нормальная наука или нормальная там большая крутая философия, денег в нее вливается дохуя. И этот человек в центре потока этого стоит, их перенаправляет, да, и кое-что направляет себе очень часто. Софициальным властям не очень нравилось, как в коммуне идут дела. Назревал конфликт и группа последователей во главе с Шилой Сильверман, которая на тот момент заправляла делами в коммуне, попытались влиять на ситуацию. Сначала они собрали бездомных по всему штату и за его пределы и свезли их в качестве избирателей на окружные выборы, чтобы те голосовали так, как выгодно руководителям коммуны. Затея провалилась, и заговорщики пошли дальше. Они отравили сальмонеллы, еду в заведениях общепита, чтобы препятствовать голосованию местных избирателей. В итоге было зарегистрировано около 750 отравлений, 45 госпитализированных, правда, обошлось без жертв. Также были организованы покушения на нескольких представителей власти. Этот инцидент был признан крупнейшей биотеррористической атакой на территории Америки. Впоследствии в прессе сообщалось, что в ходе расследований и обысков в Раджнишпураме, так называлась коммуна, помимо медицинской лаборатории, где культивировалась сальмонелла, было найдено огнестрельное оружие. Спустя некоторое время после этого скандала община в Орегоне распалась. Сам Пхагван всячески отрицал свою причастность ко всей этой криминальной активности, и несмотря на то, что прямую причастность самого гуру доказать не удалось, его выдворили из страны. И это было совершенно верным решением, так как этот человек доказал, что по сути являлся причиной неприятностей, которые могли бы закончиться гораздо плачевно, если бы в еде оказалась не сальмонелла, а какая-нибудь сибирская язва. Вот что может случиться, когда за дверью оставляют не только обувь, но и разум. Даже если в этом инциденте с терактом не было прямого указания от самого гуру, он все равно виноват. Ведь это он... Если, в общем-то, в преступлениях, совершенных, я не знаю, политиками, которые скинули ядерную бомбу, там, я не знаю, Хиросиму и Нагасаки, не было вины Эйнштейна, он все равно, блядь, виноват. Потому что он сиентист. Науку создали уч... Не науку, а ядерную бомбу создали ученые, да, там, ух... Ну ладно. Почему он виноват-то? Он привлек в свое движение таких людей... Не, ну можно разных людей привлечь в свое движение. Всякое может быть. Власти ресурсы. Вокруг него образовался экстремальный куб... Вот, блин, я вот жду, когда уже наконец-то появятся какие-нибудь, знаете, науч-активисты, желательно ученые, хотя, скорее всего, таких уже было много. Я просто исторические факты плохо фиксировал. Которые начнут реально там убивать людей, травить их там, я не знаю, убивать там всяких верующих и еще что-то подобное делать. Ведь, скорее всего, рано или поздно такое произойдет. Ну, ввиду культа науки, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, ну, скорее всего, найдется такая штука. И среди атеистов, скорее всего, тоже найдутся какие-нибудь агрессивные сообщества, которые кого-то убивают. Вот. Есть такое. Важно не перепутать, Константин, правильно? Не, ну, тут, блин, такой нюанс просто наблюдается, что сообщества, они очень большие и разные, и очень богатые. Очень богатые в том плане, что на разных людей, очень разнообразные, разные люди. Многие люди могут быть ебанутыми, в прямом смысле, с психическими заболеваниями. Даже среди ученых, среди наученых реально могут быть. Вот, например, Соколов, ну, как ученый, не ученый, ну, историк. Насколько вы там считаете историю наукой, да, ну, неважно. В общем, у нас есть профессор Соколов. Вот. Представьте, набралась бы там, не знаю, не целая кафедра, но хотя бы несколько людей, которые бы занимались, в общем-то, подобными вещами. Вот вам и уже аналог, вот, подобного явления. Зачем декинистам кого-нибудь убивать? А зачем верующим кого-нибудь убивать? Или такой же вам вопрос. Да не зачем? Более того, скорее всего, какой-нибудь там вот этот Ошо пропагандирует Ахимцу, воздержание там от причинения боли и так далее, так далее, так далее. Я даже более того замечу, что, будучи представителем движения Ошо, скорее всего, делать такие вещи, то есть приносить боль, вред и страдания другим людям, это вообще это плохо. Это еще хуже, чем для нас, для обычных, да, людей в нерелигиозных, если вы в нерелигиозные. Но то, что ученые делали что-то плохое, не отменяет злодеяние всяких гуру? Да, но для этого надо доказать, что гуру создал эти злодеяния непосредственно сам. Александр, так они уже есть, были, по крайней мере, в 20-х годах, ну, вполне возможно. Я просто вот действительно много чего не уследил. Так что, ну, в принципе, в любом сообществе наберутся свои, короче, шизлы, ну, с ветхим заветом-то все понятно. Салфа Делэй, блин, какое сложное имя, ужас. Так вот, с ветхим заветом все реально здесь понятно, потому что, ну, там все реально буквально написано. С христианством уже не до конца понятно, потому что христианство пытается быть миролюбивой религией, по большей части, да, по крайней мере, идеологически. А вот у атеистов нету идеологии мира, добра, любви, там, и так далее, так далее, так далее. Поэтому их не сдерживает, вот, ну, у них, у них их сдерживает, наверное, только страх, скорее всего, в данном случае, и желание адаптироваться, в общем-то, в обществе. Ну, и бомбы тоже не ученые скидывали, но я и говорю, что это не очень хорошая аргументация в данном случае была бы, да? То есть бомбы действительно скидывали не ученые, ученые, они в данном случае создали бомбы, зная, что это оружие будет использоваться в военных целях, и что с помощью этого оружия будут убивать людей, да? Вот! Ну, как ученые, не ученые, инженеры создали, да? Инженеры создали это с подачки исследований ученых. Ну, то есть, соответственно, тут вот такая цепочка, в которой все, в принципе, знали, что оружие будет, блядь, применяться. А в данной ситуации Ошо мог вообще ничего не знать, в партию могли пробраться враги, он мог не заметить, что они шизы, какие-то очень активные, очень воодушевленные ребята, и они вдруг внезапно начали кого-то убивать, и он такой, охуеть! Ну вот, здесь обвинить Ошо, ну, можно даже в меньшей степени, чем можно обвинить ученых, которые так или иначе, ученых, и в кавычках ученых, которые работали над разработкой ядерной бомбы, потому что, если эти люди работали над разработкой ядерной бомбы и не знали, что это будет оружием, то они идиоты, а если они работали над этим и знали, что это будет оружием, они буквально виноваты, блядь, просто потому, что, ну, как бы, они создали это оружие. Ааа... ...пульт со всеми безумными идеями и практиками, что само по себе несет вред для разума людей. И это он не предвидел возможности для злого умысла, совершаемого во имя его движения. А все эти оправдания, что злодеи действовали за его спиной, какие-то слишком мелкие для того, кто назывался богом. Пхагван. Термин, тождественное слово господь или бог. Я выбрал Шилу своим секретарем, чтобы вы увидели, что такое фашизм. Прошу вас, лучше уж сворачивайте на мой путь. Путь ответственности за самого себя. Вы очень интеллигентные люди, но это общая беда всех интеллигентов. Они вечно пользуются свободой не так, как надо. Короче, тут он намекает, что виноваты сами последователи. В общем... Вы все говно! Нет, он не сказал, что вы все говно. То есть некоторые последователи, возможно, реально виноваты. Ну, то есть вы не можете нести ответственность за всех последователей вашего мировоззрения. Это просто невозможно. И ученые, и сиентисты не могут этого делать, и атеисты не могут этого делать. Неожиданно может оказаться, что какой-нибудь чел, который устроил масс-шутинг в школе, неожиданно там неверующий, а какой-нибудь, блядь, атеист... Ну, кстати, скорее всего, такие ситуации тоже были. Скорее всего, вот ребята, которые устроили масс-шутинги, иногда оказывались атеистами и убивали людей, может быть, даже из-за атеистических побуждений, возможно, да? Может ли атеизм нести ответственность за них? Наверное, нет. Наверное, нет. Это было бы нелепо возлагать ответственность на атеизм за поведение каких-то отдельно взятых людей. Точно так же и с любой религией, и с любой сектой. Если вы не доказываете влияние Ошу, то есть если у вас нет четких доказательств того, что он вот это вот приказал, сделал и сказал, что оно так должно быть, то, наверное, надо как-то вот подзабить. Я ваш спаситель! Моей властью вы восстанете из тепла этого мира! И что в итоге? Оша вернулся в Индию, где осел в городе Пуна и еще несколько лет принимал последователей. А потом Бог умер. Что же оставил он после себя? Лишь в последние годы жизни он носил это имя – Оша. А сегодня это бренд, это торговая марка, а также огромная бизнес-машина, приносящая прибыль. Продажа книг, семинары учеников Пхагвана по всему миру и прием последователей в Ашраме в Пуне, который не Ашрам вовсе, а дорогой курорт для богатых. А также это центр по продуцированию мастеров по медитациям, проведению научно-необоснованных терапий и даже чтению карт Таро. Оша-центры также открыты по всему миру и уже наплодили целую армию мастеров различных практик, после которых у вас неизбежно случится просветление и осознанность, если денег хватит. Парочка из таких мастеров даже участвовала в битве экстрасенсов. Видимо, Оша-практики еще и открывают третий глаз. У меня входил Ошен. Я был им. Его борода щекотала мою грудь. Ха-ха-ха-ха-ха. Его борода щекотала мою грудь, блядь. Ладно, сильно. Это было мощно. Ошен. Панчлайн. Не в каждого входит. За пару лет до смерти Оша провозгласил в своей общине. Я намерен создать тут Всемирную Академию Наук и Искусств, чья деятельность будет направлена исключительно на жизнеутверждающие цели. Нобелевские лауреаты, именитые ученые, великие деятели искусств – вот кто войдет в нашу Академию. На сегодня достаточно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и поделитесь. Не, ну а что делать, да, любой человек может что-то сделать неожиданно. Он может быть любых взглядов, любых, короче, это, да. Люди могут убивать, придерживаясь абсолютно любых там убеждений и все, пиздец. Если мы судим кого угодно, значит мы осуждаем вообще все направления мысли, потенциально, по крайней мере. Незапятнанным может быть только направление мысли, течение религии или секта, которая очень маленькая. Все. Чем меньше, тем больше шансов, что там меньше шизов, ну, убийц всяких там. Ну и то. Иногда может быть и не так. В комментариях мнением о том, о каких гуру или культах стоит сделать новые видео. А чтобы видео выходили нерегулярно и быстрее, можно поддержать мой канал рублем. По ссылкам в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!